В Тверской области за выходные не выявлено новых заболевших коронавирусом. Во время инспекционной поездки по Твери Игорь Рудене посетил городскую больницу номер 6. Он осмотрел имеющееся оборудование для диагностики и лечения пациентов. В случае выявления инфекции подробности прямо сейчас. В больнице оборудовано 120 коек, которые могут быть задействованы для госпитализации пациентов с коронавирусом. А также 12 мест в палатах интенсивной терапии и реанимации, обеспеченных мониторами для пациентов аппаратами искусственной вентиляции легких. В рентген-кабинете установлено современное оборудование, которое обеспечивает эффективное выявление осложнений коронавирусной инфекции. Обследование проводится через 2-3 суток после подтверждения заболевания. Сегодня мы полностью готовы к приему лиц, которые к нам обратятся за помощью в плане сдачи анализов и установления наличия заболеваний. Дороги прикрываться не будут. Мы сейчас отработали совместно с сотовыми операторами систему оповещения. В том числе те люди, которые у нас находились за границей, либо те абоненты сотовой связи, которые пересекают границу, будут получать уведомления относительно необходимости соблюдать меры предосторожности. Во время инспекционной поездки губернатор осмотрел строящийся школу в микрорайоне Радужный детский сад в юности. Первая возводится по национальному проекту образования. Общий объем финансирования более 1,3 миллиарда рублей. Общеобразовательное учреждение будет построено по тому же образцу, что и центр образования в Брусилово открытый в этом году. Также продолжается строительство комплекса Суворовского училища. Работы на объекте идут с опережением графика. Построен главный учебный корпус. На 560 учебных мест возводятся здания, столовая и спального корпуса. Идет строительство медицинского блока и КПП. Работы идут в соответствии с графиком. Очень высокий уровень и культура производства. Рассчитываем, что к началу учебного года, в текущем году, первая и вторая очередь уже будут введены в эксплуатацию. Еще один строящийся объект на территории Твери – это пешеходный мост через реку Тьмака. Сейчас проектная документация на объект получила положительные заключения по итогам экспертизы и заключен контракт на проведение работ. Выполнить их планируется в 2020 году. Мост объединит в один туристический маршрут набережную Волги и историческую застройку центра города. Продолжается восстановление подъезда в доме номер 19 по бульвару Гусеву, где в январе текущего года произошел хлопок газа. Ремонтные работы находятся в завершающей стадии. Готовится установка лифтов. На данный момент в подъезде никто не проживает. Игорь Руденя подчеркнул, заселение жильцов можно будет начинать только после того, как безопасность проживания будет подтверждена всеми обследованиями.